Презентуется команда Димы Запорожца. Итак, друзья, хочу представить нашу команду под номером 3 в лице нашего ментора Димы Запорожца. Хочу представить вам наш проект «10 поросят». Итак, Полтава в наше время, центр города. Мы доехали, взяли микроавтобус для этого, подготовились, проехали по центру, посмотрели, что вообще творится слева, справа, посредине, и увидели следующее явление. С левой стороны от нас мэрия. За спиной у нас какой-то орел непонятный. Нам что-то начали рассказывать. Полтава, Полтавская битва, ни хрена не поняли. Да и в принципе, в городе ему набухались все. Ничего не поняли. Прошлись по променаду, и тут нам говорят, слушайте, вы променад, блин, это шлёдра. Не поняли, что за шлёдра, кажется, что-то там решляются. Ну ладно, прошли по шлёдре, увидели массу интересных вещей, массу заведений, кафешек, все открыто, бурлит. Народу, правда, не как-то слабо, особо, наверное, не заходят, то ли мысточками уже были подпитые. В общем, впечатления у нас остались довольно-таки интересные. Кого увидели вообще мы в первый день? Мы увидели непонятное для себя явление продажу кофе. Крутую девочку, которая сидела, она не понимала, что мы делаем. Мы её пытались сфотографировать, в конечном итоге она отворачивалась, мотякалась, нас почему-то посылала. Увидели крутого чувака. Как вы думаете, кто это? Это татушник. Это реальная картина их жизни. В Полтаве сидит татушник в самом центре города. Он реально бьёшь татушник. Чем бьёшь, спросил я его. Он говорит, могу чем угодно, мухной, могу и боль. Всё круто, классно, в принципе, даже очень интересно. Дальше кого мы увидели? Мы пошли дальше. Мы увидели чувака, челочника. Только непонятно, то ли он шёл уже на рынок, то ли он шёл не на рынок. Нам было непонятно. Следующий мы увидели первый фастфуд. Первый фастфуд Полтавы, когда реально там живая очередь. Один чувак просто набирал всё в пакеты. Это был реальный факт. Полтава нам запомнилась своей жизнерадостностью, встречами, ну и, конечно же, живописными моментами. Потому как наша команда, команда номер три, в лице нашего повара нас радовала такими впечатлениями. Об этом чуть позже. Итак, наша локация. Разобравшись задания, прошлись по четырём из них. Решили посмотреть, что-то самое лучшее, самое крутое. Это центр города, кафе Энниида, спустились в подвал. Нам стало много чего непонятно. Какие-то закуточки. Оказывается, это казалось бывшее кафе. Описание в прошлом нам ничего не дало. Площадь 217 метров, стоимость аренды 140. В принципе, нас особо не напугало, хотя мы задумались. Полтава как-то слишком дороговато. В конечном итоге нашли контактное лицо, попытались с ним связаться. Он нам дал какую-то тётю, которая в конечном итоге всем нам вместе показала, что у нас там будет твориться. Ну и на этом мы решили и остановиться. Потому что, как говорит наш всеми любимый Игорь Сухамлин, location, location, location. Это первые слова, которые я от него услышал, когда открывал свой первый экзамен. Долго не думая и избирательным путём я уже, ты понимаешь, обратился к космосу, потому что севши в центре начали медитировать, открыли ноутбуки все, и посмотрели, где мы находимся. И чакры, да, нам помогли. Мы находимся в самом центре, в самом пяточке. Это реальный пяточок Полтавы. Ребята, можно просто загуглить, посмотреть, и мы находимся в самом центре этого пяточка. Что мы увидели дальше? Мы увидели дальше своё мнение. Круглое число. Медитация нам помогла. Десятка. Круглое число. Я вспомнил детство. На самом деле, в детстве у меня жила бабушка с дедушкой, они были военные, мы приезжали в эту Полтаву, я ходил за морожкой, смотрел на этого орла, пытался фотографироваться, потом нас отправили в трамвай. И вот эти чакры мне на самом деле помогли. Итак, я вам презентую. Презентую. Это десятка. Это десятка. Это сити канди-кафе. Что это значит? Я думаю, вы все догадали, всем всё понятно. И это 10 поросят. Первые шаги. Первые шаги у нас были очень интересные. Мы убрали большую дырку. Извините, дырку. Да. Здесь была дырка, в которую могли на самом деле все упасть. И мы решили её заложить, залили бетончиком. После этого провели дырочку, раз разгулялись, соответственно, делали дополнительный вход. После третьего, выпитого бокала, потому что мы начали импровизировать, мы сделали летку. И на четвертый, на закусочку, мы уложили нашу посадочку ещё на зелёную сцену. Вспоминая Диму Борисова, как он всё культурно делал на воздвиженке. Очень даже интересно. И вот, десятка. Десятка, десятка, десятка. Мы открыты. Мы презентуем проект, который уже проработал две недели. Мы говорим сегодня о реальной ситуации, о реальной жизни. Ну, все представляем, что у нас это получилось. И это Сити Ганди Кафе. Итак, кто наши гости и где они сидят, лежат? Это влюблённые пары, детки, читающие книжки, занимающиеся спортом, влюблённые парочки лежащие. Это депутаты, вышедшие из мэрии. Это хипстеры, которых, оказывается, гоняют в Полтайне. Кто, наверное, не знал, что их гоняют? Это место реально, где там потусить. Эти все гости пришли там первый день. Пришли первый день. Дальше. Лицо. Лицо нашего заведения, конечно же, по нашему примеру, предыдущего заведения, это шеф. Шеф, лицо нашего заведения, это кондитер, шикарнейший кондитер, который готовит нам очень серьёзные десерты, очень серьёзные блюда. И в этом лице мы делаем дело в персональном языке. Следующее. Кто эти счастливчики? Счастливчики дети, соседики взрослые, если счастливы их родители. Всё идёт к тому, что мы сделали и подарили счастье этому городу. Полтаве нужна радость. В этой радости мы нагрузили себя сладостями, вот такими, как стоит у нас, шедевр. это еда, быстрое, понятное, вкусное, это новые виды завтраков, это новые виды закусок, это новые виды блюд. Мы ушли от мяса и пива. Мясо и пиво на самом деле всем надоело, выхлопа нету, посадки нету. Утром народ не загонишь, я вам говорю, точно везде, потому что утром народ не загонишь, мы проработали 12 дней, это какой-то кошмар, их нам приходится затягивать за уши. Днём, соответственно, они ещё не бухают, а 5 часов полный биток, и нельзя никого выпить. Самое интересное другое, что мэрия ругается, требует от нас за 11 часов, поэтому мы изошли из этого всего, просто не стали открывать опять блудной пигняк. Основная наша фишка, основная фишка то, что мы в нашем супер кафе городского типа готовим всё за 10 минут. За 10 минут, ребята, реальная картина, по одной простой причине, потому что внизу у нас находится заготовщица, и мы работаем только на заготовке. Ну, о бизнесе немножко дальше, я вам расскажу. Самое главное, что это счастье, которое нам подвалило с куполом, с небом, нам свалилось само собой на голову. И вот, первое впечатление от нашего гостя, кто они, что они, мы решили сделать радость. Опять же, подарить им счастье. С 10 до 11 мы решили раздавать реальные вот такие вот завтраки. Копеечный вопрос. Копеечный кофе, как мы слышали от наших менторов вчера-позавчера, там вообще, в принципе, ничего не стоит. А, пустые хлеби с дешёвой мукой, они у нас всегда есть на кухне, мы их выбрасываем, списываем, ну, всё как у всех. Вот, поэтому эта фишка, которая работает с 10 до 11, реальная тема, предлагаю вообще вам об этом задуматься, просто-напросто угощать. Таким образом, вы сделаете большую посадку и дадите, подарите опять же людям радость. Вторая фишка, с 11 до 12 мы продаём всю нашу еду, всю нашу кондитерку по цене 10%. Делаем процентов скидки, друзья. гости, скидки, стереотипы, границы, кто они вообще такие? Бюджетники, школьники, студенты, да, в принципе, наше кафе рассчитано на каждого гостя. А чеки, в среднем, я расскажу чуть дальше, но это 50, 80, 120 и даже 300. В принципе, кто сколько наест, сколько напьёт. Самая главная основная фишка, что мы поставили крепкие напитки, а именно винную карту и алкогольную карту с наценкой 35-40%. Не хотим зарабатывать на алкоголе, хотим просто тратить деньги в еду. Но алкоголь дарить не верно. Итак, интерьер. Коснёмся к интерьеру. Хочу рассказать вообще о входе, что у нас получилось, потому что самая главная цель нашего заведения это, естественно, вход, это центряк, центральное место. Мы заходим, эмоционально смотрим на шикарную, огромную витрину. Витрину, в которой стоят разные пирожки, тортики, морожки. Мы вспоминаем вход с детства. То, что мы все хотим видеть и помним. Наши милые повара нежно выбирая, копошась в холодильной витрине, в которую можно зайти. И наши гости, тыкая пальцем по стеклу, возящие, детки, мама, хочу это, 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 выбирают себе пирожное. Помимо пирожных, наши гости, сидя за квадратно-круглыми столами, могут смотреть не только на столы, но еще и зачитывать свое меню на стенках. У нас интересная посадка. Мы разработали новую среднюю посадку, где сидят депутаты, горсоветы и хипстеры. Мы предложили новую посадку, чтобы они сидели друг друга спиной, не пугая красотками без штуков и, наоборот, галстуками. Мы сделали витрину, сделали посадку, сделали хрюша для наших деток. В конечном итоге мы нарезали людям счастье. Фейсбук! Фейсбук! Отдельная история. Сегодня я слышал, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ребята, мы сделали мониторинг этого рынка, Полтавы. Он не работает. Он не работает, это полная фигня. Мало того, нам уже сегодня все забанили, все написали, в линии написали, запуск, и мы нам сделали. Ребята, о чем вы говорите? Какой пуг-пуг? Фейсбук здесь не работает. Полтава не тот город для Фейсбук. Киев, да. Согласен. Ну, не буду вас задерживать, вернемся к самым моим любимым делам, это математика. Обожаю математика, обожаю бизнес, обожаю вообще чем-то заниматься, когда что-то получать. Количество и зал. Что у нас получилось? 80 человек в зале и 100 человек посадка. Вложенные инвестиции 360 тысяч. Зимой. Зимой, я словно зимой. Вложенные инвестиции 360 тысяч долларов, квадратный мер нам обошелся 1400. Мы пригласили дизайнеров, которые помогли нам разработать нашу новую концепцию, сделали детскую комнату и получили на выходе средний чек 75 гривен, что очень мало для нашего заведения. Полтава с реальным средним чеком проанализировавших от 85. У нас вышло 75. Почему? Только из-за того, что у нас дешевый продукт. Вы думаете, из чего он состоит? Он состоит из крема, он состоит из муки, он состоит из какой-то помадки, все это взбивается, ложится, чистится, поднимается. В принципе, после такого торта, мы его просчитали, себестоимость нашего продукта оказалась с твоей маржинальностью 295%. Почти 300. Чуть-чуть не дотянули. Но это круто. Товар-оборот у нас составил биллион 250. Себестоимость продукта мы вышли на 475. Помогла нам, кстати, в этом наша любимая... Давай попробуем. Айка, супер. Всем заберем, айка, не знаю. Итак, конечный наценка 220%. Футболк мы составили 33,8%. Это тоже реальный бизнес. В принципе, эту модель мы можем каждому распечатать и вложить в реально существующий бизнес в каждом городе. Расходы у нас 284 тысячи, это тоже реальные расходы. Коммунальные 34, зарплатная плата 150. Мы не экономим на зарплате. Первое дело, то, что мы делаем, мы платим по максимуму двойной тариф нашим поварам. Что такое двойной тариф? В Полтаве заработная плата составляет 2,5-3 тысячи. Здесь заложена зарплата 6-7 тысячи. Для того, чтобы наши повары не выходили, не перепутывали. Нас не забирали поваров, у нас остались и самые лучшие, и самые яркие. Ну, а вы знаете, что я вам люблю. Девочки, мальчики, эфицианты. Опять же, предлагаю всем материальный бизнес, который у нас уже работает 12 дней. Мы отдаем весь чай тому, кто вас обслуживает. Весь чаем делимся. Соответственно, у наших девочек и мальчиков хороший прирост каждый день. Коски, флот, до 1000 гривен чая. Коска, но на Коски мы не экономим, но все-таки раздаем. Все это понятно. Налоги платим, арендопомещение в принципе думали торговаться, но поскольку наш собственник нам дал вольности разбить, расширить, не торговали. Заложили 30 тысяч, 380 гривен, еще не привязались к курсу, который может расти. Это все мелочь. Чистая прибыль заставила реальный факт 490 тысяч. В месяц. Месяц, что составляет 20 тысяч долларов. Иначе бы мы не открывались. То, о чем настучил Игорь. Спасибо тебе, было большое. Чистая прибыль в день. Итак, друзья, хочу вам тебе презентовать наше кафе, наш проект. Причем, хочу заметить, что он не соцпроект, извините, он Афанковск. Мы зарабатываем деньги, мы не дарим продукты кому-то. Все очень круто, смотрим, что у нас получилось. у вас бак. Огуречный крюшок. Новое время. Я это пошел в разные интерпретации. Бизнесмен для детей. Наши люди. Я могу признаться, что мы открыли только кондитерскую. Нет, на кондитерской денег не заработаешь. На одной кондитерской нет. Хоть и не только эти остатки. Их нет еще обедать, завтракать. У нас в реальном времени реальный проект. Welcome! Поехали! 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 Друзья, мы все время кормим от неких тех же менторов. Зачем это им надо? Давайте побеспокоимся иди к живому!